Наши дела. Десятки людей просят советовать. Чаще всего увидишь, почему погибает, а у самого все где-то покрашены. Тут думать не надо. Ладно, идем дальше. Формирование крона бессеркатора ножок. Ну тут уже оказалось бы, я должен расслабиться. Ну наконец-то бессеркатора формирует крону. Берет грушу. У груши есть одна особенность, ребята. Я повторяю, что он делает. Он сейчас начинает грушу менять форму. Ему в голову не приходит, что груша родилась миллион лет назад и за это время приобрела форму именно вот такой вот. Помните, сколько раз я показываю пальцы? У меня нет другого выхода. У нее здоровья плотная крона, потому что груша с яблоком. Яблоня разошлась. Когда-то общее пара дерева стала грушей в более сухих местах, где редкие дожди. И тогда дожди стали потомкам через мёрдный лет опасны. И на яблоне, которым по барабану дожди, то есть не по барабану, но все-таки они к ним относятся более спокойно. Потому что это были другие регионы. И с тех пор, как груша попадает куда-нибудь попадем, у нее вот листья чернеют. Даже такие регионы, та же, как абрикосы, как та же самая, прибалтийские наши регионы, там уже тяжело, и она будет гнить, и абрикосы будет гнить. Надо уже подбирать условия. Ну я уже опять пальцы загибать не буду. Ну вот взять всех и начинать распинывать. Ну за что ей так досталось? Он же понятия не имеет, что такое. Кстати, у меня такое впечатление, что до 2000 года, когда я начал писаться, ни один человек на планете этого не знал. Что груша обладает особенностями жизни в более сухих районах, и корень у нее огромный, такой длинный. Потому что в поисках воды. У нее корень все живой, как у шахтера. Она как шахтер работает. Вот. Заливать ее нельзя, сгубишь. И на ровном месте даже корневая шейка гниет. Прямо на ровном месте. Ада крепкая, но не рассчитана, как яблоня чуть ли не ставить в воде. И вот человек берет, начинает изгаляться. Он взял, взял вот так. Он не знает, что для чего. Теперь давайте смотреть. Вот листочек. Я забыл, я хотел студентов посетить. Я хотел обратиться к вам и забыл. Я хотел такую акцию. Вот объявление же давал, как обычно. И брат мой давал в нескольких сетях. Пусть нас мало. Я уверен, сейчас человек 10-20 смотрит. А через неделю будет, дай бог 400. Дай бог. А я хотел, чтобы студентов... Студента они сами нет. Ставшим поколением меня слушает. У кого-то племянник студент, сын студент, внук студент. Вот кто нам нужен. Ещё бы говорить с ремнём, потому что хрен их заставишь. Что думаете, студенты сейчас учатся об этих? Он приходит на занятия, ему такую лапшу там вешают, что жутко смотреть. Я как вспомню эту атеизм, наусть и атеизм проходили на первом курсе в институте святых металлов. Это позорище какое-то. Я записывал интелекцию, я потом нашёл эту книгу, по которой она, у неё откуда-то специальные знания. Вот. Она просто взяла книгу, перегирала, и нам это лапшу решила. Что она знает-то про бога, что она знает про вселенную, про то, как она создавалась. Придумали дурь вот эту. 40 тысяч лет назад человек произошёл. 40 тысяч лет назад было что-то среднее между обезьянами. У него миллиарды нервных лет, миллиарды этих самых нейронов появилось за 2000 поколений. И что, мозг надували воздухом, что ли? Взяли насос, надули, он стал в два раза больше. Просто так? Вот это идиотское всё проходили. Лишь бы только, не дай бог, человек в церковь пошёл. И вот получалось, что элементарные вещи, которые мы сейчас с вами проходим, надо же со студентов начинать. А я забыл написать, чтобы пригласить к экрану. Но я знаю, что не будут слушать, не будут. Не потому что я не прав. По-другому всё это по барабану сейчас. Сейчас я помогал одной себе. Девочки девятый класс закончил. Половина двоечницы. Я говорю, не надо детям эту математику вообще, школьникам, школьницам. Видели бы вы этих самых? У них что у них сейчас на уме? Какая математика? Умеет деньги считать? Мужа или собственная зарплата? Всё на этом. Рукоделие учиться надо, домовоз учиться надо. Детей учиться пеленать, чтобы дети не ходили в этих подгузниках и в этих самых памперсах, потому что мальчики становятся девочками. Даже хуже, чем девочками. Вот. Вот это всё надо. И у меня и то это где-то проскальзывает. И вот она перед нами. Вот это вот начинается издевательство. Давайте смотреть, как надо смотреть. Может, хоть два студента среди вас есть. Листочки, которые растут на дереве, имеют специальную форму. Вот. Для этого у них есть скелет у листика. Скелетик такой, знаете, как его назвать там? Вот. Есть специальная форма. Есть, назовём это, ребра жёсткости. И у них, конечно, в счёте есть ещё и наклон. Вот этот наклон, он-то и создаёт распределение воды. Ты что вот этой рукой сделал? У тебя листы-перверт смотрят? А? Специалист. Самое главное, они понятия не имеют. И вот эта элементация, что вы ушли, они не знают природы. Они не знают, для чего всё это существует. Что такое законы природы? Лис распространяет влагу равномерно по переместу. Чего ты сейчас сделал-то? Сейчас там, где твоя рука, дождь будет длить непрерывно. Ну. Я взял специально. А ты знаешь, что ты отклонил? Вот ты отклонил. Теперь там, где ты пальцы, там полезут толчки вверх. И ты же потом, год-два спустя, будешь говорить, журую, давай их уничтожать. Оставляй раны, раны, раны. Вот это современное садоводство. Самое противное, что ни в одном институте, вот так как я, ни один преподаватель этого не знает и не расскажет. Среди нас появилось много людей с сущим образованием. Сельхоз образованием. У меня брат двоюродный, Юрий Фельдзов, который мне помогает, и который принес пользу больше, чем, по-моему, вся современная наука. Вот, распространяя это, монтируя мои фильмы. Вонюр сельхоз образованием. Но он один на тысячу, а остальные 999. Вот что бывает, когда случается вот то самое, то, что называется, отклони в сторону, все равно вверх полез. То есть, я взял вот эту фотографию с этого же фильма, я взял ее, сделал как бы сверху, вот уловил момент, когда сверху. Куда теперь листья воду подают, а? Не поняли? На штамп подают, чтобы сгнил. А вот эта фотография моя любимая, потому что однажды я уловил момент, шел ливневый дождь. Я стоял, кстати, видели абрикосы? Если у меня не было абрикосов, я бы все смолчал бы, затулся бы тряпочку. Вот. И не высовывался бы. Если бы я не выросил в Сибирь абрикосы. Да какие? Вот. И вот получается, что я стою, прямо вот тут, тут, прямо вот у меня, в эту, как она называется, в эту беседку прямо лезли. Ну, то есть, я стоял в беседке, прямо в этом, в сухом виде, и в руках у меня был фотоаппарат, и здесь же, то, что рядом с беседкой, полуметры. Шел ливневый дождь, ливневый. Теперь вы видите, как листья работают, а? Ведь когда тысячи преподавателей мы переучим, чтобы отучили вот от этого, менять ориентировку, уже у людей уже это, ориентиры поменяли. То ли мужик, то ли баба. Тут еще хуже, когда ни мужик, ни баба. У людей добрались, а здесь даже никому голову не приходит, что нельзя. Нельзя, вот как природе устроило, вот так оно и должно быть. И началось. Можно будет избежать в июне более трудоемких, сложных работ. Достаточно прищипнуть, и вот тут-то начинается. Слово прищипнуть, я уже сто раз говорю, оно должно стать словом матерным. Не дай Боже, чтобы люди стеснялись его произнести, чтобы сказали, были времена, когда прищипывали с дуру. Вот. Поэтому одна из причин, причем я теряю. Это получается, мы выбираем побеги, чем вы кого учите? Новичков, которые он скальпелем сделает прекрасную операцию, вам же. Он волшебник, он скальпелем сделает операцию, разрежет вас. Чего-то потом заштопает. Он на уровне ювелера, этот самый, хирург. Но когда этот хирург, каких-то, может быть, у них классы есть, может быть, высшего, каких-то, я не знаю, у них же есть же иерархи, есть просто хирург, есть гениальный хирург, и вот этот гениальный хирург, который спас тысячу человек, перейдет себя в сад и благодаря вам дерево уничтожит. Сколько вот этот пример приводить-то? Растущая не там, где нужно. Откуда ты знаешь, что не там, где нужно, оно растет-то? Она тебя спрашивала, куда расти? Ни одного дерева нет, которое растет там, где нужно. Фантазия вот эта привела одного, два, потом тысячи, тысячи, тысячи. Да чёрт вам вот эти вот самые? Вы сидите в этом интернете и видите голову вару. Сотни, тысячи, сотни тысяч просмотров. Ни там, где нужно. Ни туда, куда нужно. Вы представляете? Дерево не знает, он знает, куда нужно. Правильный побег, оказывается, есть. Растущие внутрикроны, растущие внутриколи, она самая ценная, самая полезная. Как я пишу? Особая роль защита штамма, особая роль. И опять завелся, мне как-то преподется вот такой вот. Юрий Лаев, железо. Только из-за тебя мы сейчас это обсуждаем. Ну зачем ты мне прислал очередной ролик? Ну, может быть, наконец-то хватит и скажет, что дерево само знает, какое должно быть это. Особенно груши. Я даже кое-что пропускаю. Значит так. Разряженная металловидная крона позволит наполнить крону полезной обрастающей древесиной, несущей генеративное образование. Не могу уже комментировать. Это у вас, чтобы хватить еще в каждой ветке половине слоя. И вы такие знаете. В этом году вы можете у вас действительно заплоднуть. А все еще вы, где дерево будет пустое. Не обманете вы. Единственная путная, человек, который уже такое издевательскую стадию написал. Единственное, что он правильно написал, побеги волшкового типа могут развиваться в посетительной обрезке. Ну так, а не только после сильного. Даже когда вы взяли, отщипнули, как там это, даже когда вы прищипнули, казалось бы, поберегли дерево, нету страшных ран. Будет такая же самая волшкового типа. и вот начинается еще в середине июня. Стартовали волшки, а нах. Ладно, ниже еще будет. Так, ниже и уже будет более предметно. Так, смотрим, что мне написала Галина Сокоренко. Легкая и понятная схема обрезки яблони и других плодовых деревьев до увеличения плодов. Поддержание компактной, удобной, кроны. Вот самое страшное, когда удобно для людей, а не для дерева. Как калечит, чтобы ей было удобно. Обрезку молодых и прошлогодних побегов проводим в начале лета. Эй, ребят, не успела ты, Галина, сделать это весной. Несусь я летом к дереву. Поздно. Вырезаем вертикально живущие побеги. Эти побеги преследуют любое дерево, которому подходит секатор. Она этого не знает. Укорачиваем горизонтально растущие. сразу. Ой, если у меня есть, где-то у меня это было. Жалко. Ладно, потом дойдем. Не в том месте разместил фотографию. Жалко, жалко, жалко. Не в том месте. Дело в том, что там как раз укоротил я горизонтальный побег. Думаешь же надо, когда такие советы даешь. Укорачиваем. На увеличение плодов закладывания отростков. Тут гораздо все сложнее. Мы говорили о поле, тонкой, серьезной работе. Вот, отобрезал, допустим, дерево уже, не одно, двух, трех летних, допустим, которая 5 лет, ветка, 5 или 6 лет, 10 лет. Вот, над ним пойдут толчки, но уже не, из почек, почек у них уже нет. Какие были, они давно уже проснулись и стали ветками. А больше нет. А почки, которые, это одна из загадок породы, разгаданная мной, только что полностью повторяться не буду. Вспоминаем. просыпаются, вырастают побеги из клеток, клеток. Вот. А им надо 3 года, у них же детство начинается с нуля, не эти. Именно с нуля. А они тут уже, может быть, почка родится на 2-3 летней, плодовой на 2-3 летней ветке, сразу плодоносит. А там шиш, там она уже имеет возраст 0. Потому что из клетки, скретчего материала. И она до 3 года. А здесь получается, не когда отрезают. Увидели, жалко фотографии нету. Увидели, значит, что на горизонтальной ветке появилась куча вот таких волчков. А на них нету плодов. И на 2-й год нету. В лучшем случае на 3-й. Не ждут, уничтожают, называя их вот так вот. Но я про это уже столько раз говорил, у меня уже сил нету говорит. И ничего. Ведь до сих пор получается я в одиночестве полным. Как их, да знаете, вся рота идет немного. У меня объясните, пожалуйста, что происходит. Вот. Этих тысячи, я не сказал 10-100 тысячи, их бесконечные тысячи вот этих авторов. И у них все жарущее побеги. Да что же это такое? И почему я один прав? Вот. Ты меня слышит, да? Кому не надоело, что я в 5-й раз про это говорю. Я уверен, верят мне. Я показывал эти жарующие побеги. Я показывал, что это просто нулёвки у них начинается начинается возраст с этого самого. Не с четвертого пятого года, как на 45-летней ветке, а с первого года. Даже все надо десятилетним веткам. И 10 лет вот пошел побег, а ему ноль, вот первый год, второй, и где-то третий год застрадутся. так надо. Нет, жарущие. По-другому не могу объяснять. Попробуйте вы дождаться, когда-то случится где-нибудь в этом самое, где-нибудь в институте. Академии все обвешены званиями, не деньгами, нищая наука. Поэтому, видимо, там произошел отбор, поэтому по селекции произошла. может быть самые такие уже за границей денег. А кто остались, может быть, ну, как говорится, машине ловит. Но как можно вот это? И когда-то это было? В этом, пожалуйста, кажется, здесь в этой книге 100 тысяч экземпляров. У них много, и они все повторяют другу. Посмотрите, поймите, что все гоним это. Не просто говорю, мне нужно обосновать. Я хочу показать вам, как идиотизм я не сказал слово идиотизм. Я выбрал научное слово. Идиотизм это я прикалываюсь. Идиотизм вот всех взял и нарисовал дерево. Так. На нем было веток раз, три, четыре, пять, шесть, семь всего. Раз, два, три, четыре. Да, семь веток оставил, отпилил я как? Отрезал четыре. Вот они красным цветом. И оставил для чего? Чтобы получилась чаша. Представь себе, что их нет этих красных. Видели чашу? Вот так. Посмотрели. Теперь смотрите, человек, который наблюдательный, наверное, он это проделал. Вот. Кто его застянул, кто его заставлял, под каким расстрелом отрезать ветки плодовые. Ростовые я его оставил. Смотрите, что получилось. Он сам взял себя, показал полным этим, как бы мерчать, странным человеком, потому что на его следующей фотографии выявите самые волшки, заметили? А раскрасная значит уничтожить, уничтожить, видите? Он уже угол 45 градусов, угол 120 градусов уже. Что они не входят в эти? А где, в каком-то где-то в скрижалях, допустим, Господа Бога, наверное, есть посадоводство. Наверняка есть. В райском саду он тоже, наверное, когда-то райский сад строился, садился, там были такие же люди, может, ангелы. Ведь никто не отрицает, но есть ангелы. Поговорите с богословами. Кто-нибудь отрицает, что ангелы есть? Ну, кто-то же райский сад посадил. Я не верю, что он так вот махнул рукой и это самое. Да будет свет, согласен. Но райский сад надо было вырасти. И вот кто-то его растил, 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 предусмотрел всё. Предусмотрел клеточный материал. Вот он, видите, вот красное. Ребята, это клеточный материал для того, что дерево подвергается опасностям. Ведь когда строили, сделали совершенно дерево, но для рая. А райский можете назвать планету райскую, может быть, это действительно это Эдем. Может быть, Эдем согласен. Что я против Эдема? Это наоборот за. Испорить не буду. Но тогда всё-таки предусмотрели, что даже там дерево, да оно пловится, подорожает. Невозможно всё рассчитать даже ангелам этим самым. И вот эти ангелы видят, что дерево обламывается и можно замену. И они придумали вот эти красные, вот справа красные, вот эти волчки, как креточный материал. Вот это одна из величайших загадок природы. Извините, я разговаривался. Она от ним отрицает, открыто мной, ну это так отрицает всё, создал, я имею ввиду, придумал, нафантазировал, чек-дарвинг. Почему? Потому что в каждой клетке их миллиарды, вот дерево, которое справа, даже слева, у них миллиарды клеток, в каждой клетке в ядре находится ДНК целого дерева, а это не значит, что деревья развивались, одна молекула, две молекулы, вот они сдуру, соединились, получилась живая клетка, а у клетки почему-то сразу мембрана, сразу ядро, сразу протоплазма, сразу... Ёх! И оно стало двоиться, было маленькое, потом гора растёт, покрывает землю, начали травой, потом трава потверже стала, кустом, куст, повыше условия стала. Откуда внутри клетки взялось ядро? А в ядре откуда взялось это? Чуть ли не вспомнил этого, кощей бессмертного, с его яйцом, иголкой внутри, здесь не иголка, здесь готовое, полностью сформированное это самое, дерево, внутри, каждой клетки из миллиардов, триллионов, триллионов, каждый находится, и она даёт жизнь всему живому, уничтожь все деревья, уничтожь, завалив всё однажды раз и проклюнется из-под земли, от гниющего ствола появится росточек и вылезет, а вот здесь возвращаемся к нашим сами знаете кому вот здесь на правом снимке то, что дерево вылезло, сам нарисовал автор сто тысяч экземпляров и потребовал их уничтожить, а зачем ты тогда на первом снимке всё это начал уничтожать сам, дерево спасает себя, он правильно нарисовал, молодец, но оно себя спасает тем, что оно вот эти вот вылившие вертикальные ветки значит возвращают нормальную крону дерева уничтожили справа вернулось снова уничтожили эх ребята если бы мне это я как вспомнил Ваулина я провел этот семинар в этом не семинар сейчас скажу след садоводов в России вот это все были из Белоруссии из Украины из Хайдестана вот а главное забивало был я так сложилось три докладчика два не приехали из тех кого это на кого заманивали а я приехал представляете я это все рассказываю 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 вот и люди сидят и были эти профессионалы были вот тоже обиды потому что оказалось что это самое таким как латинков я был нужен и вот получилось следующее значит что за этим следует теперь после того когда вот это справа снимок дальше уничтожишь вот эти и получишь сколько больше я при мои три раза больше когда ты уже раз два три четыре пять десять допустим тридцать получишь когда ты получишь 300 вот сейчас специально вот это получишь и связь она нам надо ладно возвращаюсь второе не знаю я как мог рассказал ну ну дали бы меня тогда почему спор вернулся на и скорей санаборскому говорить и звонит почему валерий константинович вы мне не сказали что рядом 20 километров откуда ему ученому его директор института знать что рядом железнолюбитель приехал параллельно с вселенной мы не пересекаемся я давай мы начать я мечтал организовать вашу лекцию студентам первым возможно когда действительно искренне хотел чтобы я выступил перед студентами он особый он выросил с моих сердцем получил уникальные результаты он особый ученый окажется никто не собирается за дружбу железов он не боялся что это это как куль ему выпустите мережек вместе со мной создал книгу все стал неугоден он как бы перешел границу профессионал любителей подался железовок за компанию ваулин хотел организовать лекции сэшангл а то сейчас организует пока у меня силы я это потом объясню почему надо что-то еще делать потому что я 5 дней назад я тоже начинал прощаться опять с вами после вызревания для весенны пробуждение верхней пучки новый побег прищипывая вторым листом посмотрите вот этот еще один выходите и находите и выщипывать вы это вот думайте ребята я правду химню говорю думайте сама а дерево это надо вот что он получает внимание к августу на таких новых обрастающих вечек формируется зветочной пучки если ты когда-то кто-то в девятнадцатом веке приехал вот из Италии Германии и начал учить нас тех еще знаете какая опасная книга которая напечатала я покажу она а у меня еще я фотографии уже несколько скалет уже как использовал только иногда то вспомню то забуду там побудет это самое центральной коре не нужен вот побыстрее деревом который метр два и мальчик цветочная почка человек что надо чтобы дети в 10-12 лет там девочки всем лет кто-то там есть рекорды ребенка родила 8 лет в 10 раз нам это надо ученых издевайтесь вот это на черт было это надо цветочные почки как в августе сформировались так в новый год замерзли вы думаете об этом вы представляете когда начинает прищипывать после вызревания древесины вот я пишу верно смерть почек а это моя любимая почему у меня прояву показывала на меня статьях еще интернета не было я не виноват что мне так везет смотрите просто обломилась в поле насажен рост себя рос никаких не было почек то есть середина лета я наблюдатель я взял как он рос все чик ровненько чик замазал жду к осени вот это выросло зимой замерзло вы думаете что такое летняя обрезка я яркий пример не вам я вроде бы пытаюсь себе полемизировать они не слышат они свои серебряные получили не они не не они Продолжение следует...